всем привет сегодня хочу сделать классный рецепт щищавельные ингредиенты привез с дачи так что сейчас посмотрим что понадобится еще хотел бы предложить вашу внимание классный канал поход в лес про природу рыбалку туризм ссылочка будет в описании проходите классный канал подписывайтесь ставьте лайки комментарии мне очень понравился так что погнали дальше так ребята ну вот посмотрим давайте что нам понадобится для щавельных щей или по простому щи и щавеля сам щавель главный ингредиент дачный укропчика немножко луковички небольшие морковка яйцо яйцо покажу что делать интересно будет свининки немножко грамм 500 это для бульона будем варить 40 минут примерно бульон пенку естественно снимать все как положено картофель соломкой порезан и соль до масла это будем делать час пассировочку пошинку им и по пассируем лучок и морковочку поставили нашу свининку отвариваю 40 минут повторяю ждем и снимаем накипь ребят снимаем пену с мясо смотреть сколько пену сразу поэтому надо снимать это все обязательно варим 40 минут ну что ребята продолжаем процесс шинковки продуктов вот шинкуем щавель так это уже нашинковали лучок с морковочкой осталось щавель и будем начинать пассировочку делать так ребята начинаем пассировочку закладываем лучок обжариваем как обычно на эти примерно по три минуты три минуты сейчас обжарится немножко лучок и уже следом добавим морковку и еще три минутки так наш бульончик кипит потихоньку мы его не солили потом будем солить все покажем и расскажем так что не спешим продолжаем пассировать ну что три минуты прошло лучок наш обжарился закладываем морковочку и еще три-четыре минуты газ средний или чуть меньше среднего поджариваем немножко сильно не надо поджаривать так бульончик наш уже накид не дает нормально уже варится так что продолжаем готовить ребята ребят вот еще перчика немножко свежемолотого черного перца чуть-чуть прям капельку покрутили три раза достаточно мы не любим перченое это я люблю а у меня еще детки кушают поэтому чуть-чуть перчаток ребят продолжаем готовить пассировочка уже готова у нас ложка соли на эту кастрюлю кастрюлю где-то 3 литра кошка соли нормально лучше потом если что каждому до подсолить и сейчас засыпаем сразу картофель сливаем водичку еще вот покажу сейчас вот лучок нашелся классный дачный нарезанный мы пакетики и замораживаем то так делает ставьте лайк вот картофель сейчас мы его приварим примерно 10 минут поварим и будем добавлять уже к нему пассировку и еще 10 минут сейчас все покажем продолжата ну вот прошло 10 минут после закипания с картошечкой и добавляем теперь пассировку нашу сюда чтобы зажарочку сделали кто спросит что за мясо свиной это свиной рагу акции взяли нормальная тема тоже неплохо с ней буллетчик получается так что а еще скажу я подсолил ложку соли клали на эту кастрюлю еще добавил где-то чайную ложку соли соль крупная морская так теперь пассировочку когда закладываем после как закипит еще 10 минут пускай прокипит уже с пассировочкой и вкусы все отдаст так что продолжаем готовить ребята прошло 10 минут продолжаем следующий ингредиент это щавель мы вся остальная зелень закладываем аккуратно что у нас ничего не упало красота зелень удачная у кого есть дачи пишите в комментариях что у вас там растет тоже интересно пишите в комментариях кто любит шевельные щи это очень классно так и лучок заморозки тоже пойдет сюда вот и в таком состоянии еще потушим уже зеленью 10 минут на малом огне чтобы потихонечку кипела это все дело покажем что дальше будем делать ребят вот прошли наши 10 минут уже зеленушкой тушится сейчас выливаем крайний ингредиент самый главный и немаловажный это яичко сырое заболтанное выливаем вот помешиваем слегка и заливаем яичко куриное мне вот так больше нравится получается очень вкусно пишите в комментариях кто как любит яйцо добавлять в щи такие из щавеля потому что есть варианты вареное можно шинковать и положите вареное туда а мы любим вот так тоже неплохо получается красиво вот наши щи настоялись дали им 15 минут постоять смотрите какие красивые получаются просто фантастика ну что вот такой интересный рецепт зеленых щей из щавеля получился кому нравится подписывайтесь ставьте лайки и и еще раз советую посмотреть канал моего знакомого про туризм лес рыбалку очень классный ссылочка внизу в описании и где-то здесь еще будет квадратик с переходом тоже на его канал так что всем пока спасибо